На территории 13-го микрорайона у ООО «Тепловые сети» не так давно был произведен ремонт котельного оборудования и теплотрасс. Теперь же решением мэрии микрорайон был переведен на снабжение горячей водой от индивидуальных водонагревателей в каждом доме, в которых всего установлено 36. «Качество теплоснабжения горячей водой улучшится. Вода будет поступать уже не от завода РТИ, а от воды ООО «Водоканал». «А финансовая сторона вопроса, придется ли больше платить жильц?» «Нет, тариф утвержденный, так что тариф будет такой же, как и будет». Перед установкой бойлеров была подготовлена проектно-сметная документация. Произведены расчеты фирмы из соседнего региона. Вместе с тем сотрудниками тепловых сетей был произведен необходимый монтаж приобретенных водонагревателей. «Ведем работы по включению бойлеров горячей воды. Работу планируем завершить за три дня, может даже раньше. Проблем нет, бойлера были установлены заранее. Что еще? Жители вроде бы все радуются. Почему? Потому что обещаем бесперебойную работу». В свою очередь жильцы многоэтажных домов, расположенных на территории 13 микрорайона, надеются, что новая система горячего водоснабжения облегчит их быт. «Я так думаю облегчит, потому что постоянно была вода холодная, стекает очень долго. Горячую ключ, а она течет холодная. Но сейчас подключили, сейчас напор хороший, горячая вода пошла». По словам специалистов, новые бойлеры установлены надежно. Работа по водоснабжению идет бесперебойная. «Новый установленный бойлер. Здесь заходит отопление, вот заходит подача отопления, вот заходит обратка. Сюда заходит также холодное водоснабжение. Вот это отопление прогревает этот бойлер и выходит и пошло уже на дом жильца». На территории 13 микрорайона, помимо 36 жилых домов, расположены гимназия номер 18, детский сад номер 36 «Росинка», а также медико-санитарная часть «Черкеска». На данных объектах были также установлены индивидуальные водонагреватели. К примеру, в медсанчасти установлено три бойлера в разных корпусах. «Перед, у нас проблем с водоснабжением горячим нет. Больные могут помыться. Раньше были? Да, раньше у нас были проблемы с водоснабжением. Очень часто его не было. Или оно было холодное. Больные возмущались, потому что много было платных поступлений. Люди платят деньги, а воспользоваться услугами не могут. Также жаловались моющие посуду на раздатки люди. Жаловались, которые проберки моют, что вода холодная. В общем, для нас это были большие неудобства. А теперь, в связи с водом бойлеров непосредственно по корпусам, мы этих всех проблем, как говорится, устраним. Теперь жильцы и сотрудники соцучреждений, расположенных на территории микрорайона 13 Черкеска, будут в полной мере обеспечены не только бесперебойным теплоснабжением, но и регулярной и качественной подачей горячей воды. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.